Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь у нас в стране. Если вам интересно, о чем на самом деле думают сплетничают турки, что волнуют здесь людей, то вам точно на этот канал. Это мой личный блог без претензий на какую-либо профессиональную журналистику. И в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Давайте начнем с новостей политических, затем перейдем к социальным, внутренней стране, что людей интересовало. Конечно же, последние несколько дней самая главная новость, которая захватила экраны телевизоров в Турции, это Ливан, Израиль и буквально взрывы вот этих пейджеров, телефонов, всей вот этой техники. И условно, вчера в новостях Турции говорили о том, что началась третья израильско-ливанская война, так как вчера израильские ВВС опубликовали заявление, в котором они говорили, что начали воздушную операцию, и вот эти удары начались, и что за 20 минут там было нанесено около 70 ударов сразу. На этом же, скажем так, хайпе, когда только произошли взрывы пейджеров, мобильных потом телефонов и какой-то другой техники, на фоне этого в соцсетях турецких, в Твиттере, во многих СМИ прорекламировали какое-то свое оборудование военное, свои рации, своего производства, скажем так, отечественного производства. Тоже такая тема была, кто-то над этим, скажем так, ну, обсуждал это, что несмотря на то, что происходит, на гибель, ранение людей пропиарили, прорекламировали свой товар, который 100% надежный, ни в чего не взломать, ни подковыряться нельзя. И подобно вот с нашими рациями, которые вооружение нашей страны, ничего такого не произойдет. К политике, которая касается стран СНГ, бывших, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, он сделал очень два важных заявления. Первое, он подтвердил подачу заявки в членство БРИКС Турции и объяснил популярно, почему это произошло. Отметил, что отношения с ЕС у нас, у Турции застопорились уже давным-давно. И БРИКС Турция рассматривает как некая экономическая альтернатива сотрудничеству, торговли, взаимодействию, зарабатыванию денег. Также Фидан подчеркнул, что экономические соображения являются основной причиной заявки. Не идейно-политически, а экономически. И также он отметил, что Турция рассматривает БРИКС больше как некую платформу для дискуссий, некую платформу для торговли, для экономики, а не имеет какой-то институционной структуры, как оппозиция ЕС. То есть не противопоставляется, а мы хотим сразу и продолжаем быть членами-кандидатами на вступление в ЕС и от БРИКС не откажемся, там тоже торговать будем. Just business, никаких вопросиков, мы ни от кого не отворачиваемся, никому не переводимся, ни в какую сторону. Мы хотим дружить, торговать, зарабатывать деньги со всеми. И второе, на чем я хочу прям статую зачитать его, Хакан Фидан, Фидан даже на днях в интервью дал еще и оценку свою лично о том, что происходит между Украиной и Россией, его взгляд на эту ситуацию. Он сказал, что существуют разные геополитические расчеты сторон, которые не видят проблемы в продолжании войны, то есть она не окончится. Некоторые страны получают выгоду от текущей ситуации именно вот в таком формате. И эти страны сейчас на данный момент беспокоят, что формат этой войны может измениться, что война может выйти за рамки условного ринга, в котором все происходит. То есть ранее это было ограничение этого ринга Украиной, но сейчас эти границы расширяются. И Россия уже начала озвучивать свои ядерные стратегии и говорит, что она может начать использовать и другое вооружение. Ну вы поняли условно какое, да? Если придется, там такой контекст был защищать, свои территории могут применить такое оружие. Но мы видим следующее. Им, сторонникам конфликта. Все равно до тех пор, пока все это не выходит за рамки территории Украины. И до тех пор, пока конфликтуют мирное население и умирают в конфликте только русские и украинцы, это всех со стороны устраивает. Вот такой комментарий был у министра иностранных дел Турции. Почему мне хочется заострить на этом, я бы дам свою личную оценку, трезвом взгляде на ситуацию. Я скажу чем. Это опытный очень политик в Турции. Его слово очень весомое, значимое. И Хакан Фидан на грядущих выборах, которые будут президентские в Турции, он один из главных тоже претендентов со стороны партии, правящей сейчас Эрдогана, на президентское кресло. Он относительно молод, ему там 50 с хвостиком, очень опытен в политике, очень всегда оцененно дает какие-то комментарии весомые по делу, по факту, действует в интересах страны. То есть это такой хороший претендент, если его будут дальше проталкивать в президентское кресло. Это хороший преемник, хороший кандидат. Поэтому обращать внимание на его емкие, мало он дает комментарии, но по делу стоит внимание обращать. Его министерские, скажем так, заявления не только по долгу его службы, они четко выверены, у них есть цель. Это больше даже транслирование каких-то взглядов политических, дипломатических страны на мировой арене, потому что министр иностранных дел. То, например, что себе не могут позволить другие политики или в частности президент произнести. Так что поэтому я хочу на этом просто заострить внимание. Также президент Эрдоган у нас в 14 раз выступит с риторикой, заявлениями на соседание Генассамблеи ООН. Это произойдет во вторник, 24 сентября. Он уже 13 раз это делал, будет выступать в общем в ООН. Я думаю, что скорее всего будет риторика, конечно же, про газу, про всю эту ситуацию. Он не упустит эту площадку. Также во время выступления на прошлой неделе Эрдоган, уже здесь в стране, группа людей попыталась провести акцию протеста против того, что коммерческие суда продолжают отправлять в Израиль товары торговать и доставлять товары по факту. Не разрешают гуманитарным судам доставлять провизию в газ для людей, мирных жителей. Протестующих вывели в итоге из помещения. Не слышала ничего про аресты. Может быть арестовали. Нет, этого особо в новостях не было. Но с плакатами они вышли. Также немножко политики и экономики. В последние два дня для компаний из России, для бизнеса, Турция прекратит сделки с Российской Федерацией, с компаниями, с бизнесом, с крупными сделками из России и передаст отдельно выверенный банк под эти услуги, транзакции и оплаты для вот этих сделок. Это будет касаться как России, так и Белоруссии. И оставят для работы с этими двумя странами в Турции только МЛАТ Катылынбанк. Об этом сообщили вообще в беседе Стас, такой информированный источник в сфере финансового консалтинга и бизнеса. То есть эта информация была со стороны России вообще, но информация из Турции. Это, конечно же, решение связано с рисками по поводу вторичных санкций, которые очень боятся государственные, ну и государственные, не очень коммерческие банки Турции в первую очередь. Появилась официальная установка причины, кончины восьмилетней Нарин Гюран. Причина смерти девочки это удушье. По факту получается, что Нарин задушили. В ходе расследования было также выяснено, что жидкость из-за ее рта, слюна девочки, она попала на руку, в том числе и на сидение в машине ее дяди Салима Гюран. Об этом говорилось в предварительном отчете медицинском заключении. Самый последний отчет, он будет примерно 23 сентября, потому что там соединятся два отчета с Диарбакыра и Стамбула. Потому что отдали много очень на экспертизу жидкости из организма ребенка. В общем, все это сейчас, 91 образец вообще отдали на медзаключение. Сейчас это все исследуется. И буквально сегодня утром, 20 сентября, было еще одно предварительно, но не окончательно, до 23 числа все равно ждем, более развернутое медицинское заключение об этой ситуации. Что там говорилось? Что ребенок умер в тот день, когда он потерялся. Умерла она в итоге при удушении, ей закрыли рот и нос. Следующее, что повреждение, как перелом ноги, был нанесен, скорее всего, после смерти уже, при, скорее всего, транспортировке тела, вскрытии преступления. Поэтому за ситуацией, раскрытием этого дела, конечно же, продолжаем следить. Я все это, скажем так, на карандаш беру, за себе заношу, записываю всю вот эту раскладку событий, что как происходит. Потом подытожим с вами, обсудим в отдельном видео, конечно. Пока дело вот так идет. Там, конечно, подвижки есть еще в этом деле. Но вот на данный момент самое важное, насчет чего крутятся СМИ, это вот этот рапорт, судно-медэкспертиза, заключение медицинское по поводу этого дела. События здесь внутренние, что произошло. Я очень-то видела, распространено было в соцсетях европейских, в новостях это показывали. В Турции, в соцсетях, в Твиттере вечером попостили, но особо внимания на это там прям массово не обращали. Акробат Яан Роуз прошел по веревке на вершине Босфорского моста в Стамбуле с азиатской стороны в Европейскую. Это попало в книгу рекордов Гиннеса, как первый человек, кто это сделал, кто вообще рискнул на это, у него брали интервью. Ну, прикольно, интересно. Парень, конечно, герой, шел он со страховкой, и вот этот путь по мосту занял у него 45 минут. Он рассчитывал сделать этот путь еще быстрее, но он не рассчитывал на то, что будет так сильно ветрено. И очень много будет звуков от дороги, от машин, что будет звук тоже помехи. Очень сильно трос качало, по которому он шел. То есть он не рассчитывал, наверное, заем так, некую нагрузку, которая могла быть. Очень крупное ЧП произошло. В Сакарье взорвалась макаронная фабрика. Технически какой-то взрыв, скорее всего, произошел, пока даже еще в СМИ не было установлено полицейскими причины катастрофы. Но по факту пострадали 30 человек. Шесть были в тяжелейшем крайнем состоянии, обгоревшие. Один погибший давал интервью о том, что он сказал, что так взорвалось, что на нас даже не осталось одежды. Взрывной волной и огнем все просто испепелило на нас. И в результате этого ЧП один человек, к сожалению, есть погибший. Сейчас идет расследование, но макаронную фабрику разорвало там, конечно, конкретно. Видео из бурсы у нас было. В общей сложности 248 человек были оштрафованы на сумму в 15 тысяч долларов, это 508 тысяч турецких лир, за выбрасывание окурков из своих автомобилей. Этим штрафованием занимался муниципалитет города. Они штрафовали по камерам наружного наблюдения городским и фиксировали по номерам машины, и людям приходили штрафы. Прекрасная, мне кажется, инициатива. 14 сентября перед рейсом Стамбул-Лондон пассажир оскорбил бортпроводников, устроил скандал, был внесен по факту в черный список, в лист. После чего ему вообще попадание в этот список запрещает посещение всех рейсов в компании. Туркиш-Шариланс вообще летать не может. Кроме того, управление полиции Стамбула заявили, что пассажир был снят с рейса, он никуда не полетел, его вывели из самолета. Но вообще потом в СМИ говорилось о том, что передали в руки родственникам, и у мужчины был нервный срыв, и вообще у него какое-то тревожное условное расстройство личности есть. Но по факту в сеть видео какое попало, что мужчина там орал, у него реально была истерика, какой-то криз непонятный, срыв. Он кричал о том, что он директор фабрики, он богатый человек, у него куча денег в таком роде, просит он к себе уважительного отношения. В общем, какой-то он особенный. По факту его полицейских вызвали, его скрутили, вывели из самолета, в черные списки внесли. И после этого инцидента на следующий день из Turkish Airlines было официальное заявление директора Turkish Airlines о том, что вот за этот год, 24-й, у них сейчас в списках 440 людей, пассажиров, которые учиняли за такое большое количество времени скандалы, конфликты, какие-то разборки. Они внесли этих людей в черный список, и эти люди никогда не могут больше пользоваться услугами, какими-либо полетами Turkish Airlines компании. То есть их просто не продают вообще билет. Лететь они пользоваться услугами этой компании не могут. Были, конечно, споры, но в основном люди положительно поддержали это решение, что таких дебоширов неуважительных, особенно когда кричали, я богатый, у меня много денег, условно, что вы мне сделаете, и он может оскорблять бортпроводников, то, конечно, люди требовали какого-то наказания, что нельзя так себя вести, несмотря даже, если у него есть какие-то ментальные или психические расстройства, ну, условно, болеешь, значит, лечись, да, и не доставляя дискомфорт людям вокруг, и тем более не нападая на сотрудников, которые по факту-то и ни при чем в этой ситуации, а просто бортпроводники. Сегодня в СМИ у нас новости или фотографии, как сегодня ночью люди занимали очереди, например, в Кадыкёе, в Ускударе, Стамбуле, они желали приобрести новый iPhone 16, который сегодня у нас сейчас поступил в продажу. Стоимость его, напомню, от 65 тысяч турецких лир до самая дорогая модель 120 тысяч турецких лир. Все равно люди выстроились в очереди, даже за такие ценники. Напомню, что iPhone в мире самый дорогой в Турции, самая высокая цена. Вот такие новости Турции на данный момент. Спасибо, что остаетесь, смотрите, напишите в комментариях, комментируйте, дайте реакцию вашу, какая новость вас больше заинтересовала, отозвалась вас. Я буду учитывать это в подборке новостей на следующий выпуск. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Ссылка в инфобоксе под видео, не ленитесь. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Скоро увидимся, всем пока.